60 тысяч заключенных выйдут на свободу. Трудовым мигрантам разрешат не учить русский язык, а коммерческие структуры обяжут писать крупным шрифтом. О новых законодательных инициативах расскажем в обзорном материале программы. Мелкий шрифт в договорах могут запретить. По мнению депутатов Госдумы, различные банки, автосалоны и другие организации зачастую указывают важные условия нечитаемым шрифтом, вплоть до дополнительных выплат. И граждане могут подписать документ на невыгодных для себя условиях. Чтобы избежать этого, предлагается внести изменения в статью Гражданского кодекса о форме договора и установить параметры шрифта в документах, в том числе сносок и дополнений, не менее 12 кегля. Это примерно 4,5 мм. Между тем, бизнесмены уверяют, что используют мелкий шрифт исключительно для экономии бумаги. Проект постановления об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы принят в первом чтении. Напомним, в начале апреля с инициативой досрочного освобождения граждан, находящихся в заключении, выступил президент России. Предположительно, амнистия может затронуть до 60 тысяч заключенных и около 200 тысяч условно осужденных. Под нее попадут несовершеннолетние, женщины, имеющие малолетних детей и детей-инвалидов, беременные, инвалиды 1-2 группы и другие. Преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, амнистия не коснется. Трудовых мигрантов могут освободить от знания русского языка, истории и законов России. Такие поблажки могут быть сделаны для иностранных граждан, если их пребывание в нашей стране ограничится сроком в один год. Эту инициативу предложил бизнес-омбудсмен Российской Федерации Борис Титов. По его мнению, заграничным инвесторам, которые хотят использовать собственную рабочую силу, это предложение будет выгодно. Напомним, в апреле прошлого года Владимир Путин подписал изменение в федеральный закон, согласно которым иностранный гражданин, желающий работать в России, обязан знать язык, историю и законы нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok